Всемирная организация здравоохранения внесла обработанное мясо, бекон, ветчину, колбасы, сосиски, в список потенциально опасных продуктов, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. Эти мясные продукты наиболее опасны и сравниваются по вреду с мышьяком, алкоголем, сигаретами и асбестом. На втором месте в группе риска стоит красное мясо, блюда из говядины, баранины и свинины. В докладе имеется большое количество доказательств, собранных учеными по всему миру. Говорит диетолог Линда Джонсон. Они скорпулезно изучили всю полученную информацию и надо отмечить, что итоговый результат выглядит довольно мрачным. Похоже, что пищевые продукты из красного мяса непосредственно связаны с развитием у человека различных видов раковых заболеваний. В докладе ВОЗ говорится, что 50 граммов продуктов из красного или обработанного мяса в день увеличивают риск развития рака кишечника на 18%. При подготовке доклада эксперты ВОЗ изучили более 34 тысяч историй болезней. Говорим о самом насущном, о еде. Правильно ли мы едим? Что мы вместе с обычной едой потребляем? Насколько это вредно? Давайте начнем этот разговор прямо с завтрака. Ну с утра, что поели? Смотрите. Значит, какой-то ужас. Посмотрите. Хлеб, красители, сыр, опять же консерванты. Все это грозит нам, по мнению некоторых врачей, разными заболеваниями. И чем дальше, тем страшнее. Раковые опухоли, артериальное давление, антиоксиданты вызывают аллергию. Йогурты даже, заболевания кишечного тракта. По неофициальной статистике, каждый из нас съедает 3 килограмма в год, вот всякой химии. В среднем каждый из нас съедает. Вы знаете, это зависит от человека. Может быть, для такого мужчины, вот, стройного, высокого, красивого, это и не так много, да, для крупной женщины, а особенно для маленьких. Я люблю колбасу, вот съел колбасу и все, и пошел, пошел прямо. А я сыр люблю, очень люблю. Пошел пятнами и умер аккуратно. Должен есть натуральную пищу. Понятно, натуральную пищу, пожалуйста. Вы предлагаете разделить. Абсолютно верно. Мне кажется, как психологу, что человеку нужно всегда предоставлять право выбора. Он должен знать, с чем он сталкивается, чтобы он сам мог понять, будет он есть съе или будет он есть натуральные продукты. Вот я с вами абсолютно согласна. Вот за право выбора и отрок годности этих продуктов, он сильно уменьшится. То есть он будет вот пять суток, вот, естественно, натуральный йогурт, без добавок. А тот, в котором есть консерватор, 14 суток. Смотришь уже и ничего, как бы закупились на месяц. В конце концов, какая разница, что мы едим? Мы живем в условиях мегаполиса, мы дышим этими ядами. Вы говорите, вы три килограмма яда употребляете с пищей. Не я, а каждый из нас. Каждый из нас. А сколько мы дыхаем ядом? Ежедневно. Каждую секунду. Нам с Екатериной по работе положено цианистое калии. Мы едим. Это часть огромной проблемы. Фальсификация пищевой продукции в России. Проблема колоссальная, ее надо решать. То есть мы пока не будет закона, так и будем есть всякую ерунду. Алексей Николаевич, мне интересно, что вы вообще употребляете. Вы ведь знаете все про эти продукты. Вы вообще что-то едите? Я ем, и я ем то, что ест наш народ. ЖИВАЯ КУХНЯ Мне нередко приходят пессимистические письма, в которых люди жалуются, что не могут найти свою цель, не знают, чего хотят, не понимают, как можно изменить свою жизнь. Многие находятся в положении, из которого, казалось бы, нет выхода. И почти всегда все дело упирается в материальные средства. Куда уехать из опостылившего города или поселка? Где взять деньги на жилье? Как развязать клубок семейных проблем? Где найти приличную работу? В трансерфинге без позитивного настроя не обойтись. Но откуда взяться оптимизму, если вокруг беспросветная, мрачная действительность, и не знаешь, что можно с этим поделать? Особых талантов нет. Годы уходят, перспектив не видать, жизнь увязла в бытовой рутине, как в болоте. В таких обстоятельствах что-то не очень верится в неограниченные возможности, которые обещает трансерфинг. А ведь есть еще очень много людей, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Как вырваться из этого замкнутого круга? Если у вас дела обстоят подобным образом, то никак, именно никак вы не сможете вырваться из этой безысходности, и трансерфинг здесь не поможет. Дело в том, что у вас не хватает энергии не только на сам трансерфинг, но даже на то, чтобы хоть как-то приблизиться к нему. Под энергии здесь понимается не физическая сила, пригодная лишь для того, чтобы яму копать, а свободная энергия, которая позволяет человеку реализовать свою волю. Нет свободной энергии – нет и намерения. Другими словами, ничего не хочется и не можется. Сил хватает только на поддержание существования и выполнение рутинных действий. Энергия намерения – это жизненная сила, благодаря которой у человека появляется желание радоваться жизни, активно действовать, творить, покорять новые вершины и в конечном итоге формировать свою реальность. Все очень просто. При низком уровне энергетики оптимизм переходит в пессимизм. Зеркало мира воплощает этот образ в действительность, отчего причин для пессимизма становится еще больше. Вот и получается замкнутый круг безысходной реальности, из которой не то что вырваться, даже поразмыслить, как это можно сделать, сил не хватает. При низком уровне энергии и намерения, нечего и думать браться за трансерфинг. Человек с ослабленной энергетикой не способен даже осознанным сновидением управлять. Это проверено. Существуют только два варианта. Первый. Оставить все как есть. Смириться с неизбежностью. И продолжать влочить свое существование без надежды на улучшение. Только не надо в таком случае ныть и писать мне жалобные письма, что ничего не получается. Ваш выбор – это ваш выбор. Кроме вас самих, вам никто не мешает избрать другой вариант – заняться своей энергетикой. Вот тогда появится и оптимизм, и цель, и силы на ее достижение. Вы сможете формировать свою реальность, как вам заблагорассудится, и обретете способность добиваться такого, о чем не смели даже мечтать. Но для этого необходимо вывести энергию намерения на должный уровень. Далее пойдет речь о том, как это сделать. То, о чем вы сейчас прочитаете, может вызвать у вас либо активное неприятие, либо восторг и проблеск новой надежды. По целому ряду причин данная информация не получила широкого распространения. Практика, с которой вам предстоит познакомиться, позволяет вывести энергетику на качественно новый уровень. Тех же результатов можно достичь и другими способами, среди которых йога, различные тренировки и медитации. Однако следует отдавать себе отчет, что это очень долгий и трудный путь. И я же предлагаю путь, который является самым коротким, простым и естественным. По причине экстремальности этого способа, что, между прочим, только кажется с первого взгляда, на сегодняшний день его практикуют очень ограниченный круг лиц. И я предупреждаю, что даю эту информацию лишь для тех, кто посчитает ее полезной для себя, а не с целью навязать свою точку зрения. Так ли это необходимо лично вам, решаете только вы сами. Итак, начнем по порядку. Главный, если не единственной причиной дефицита свободной энергии, является прозаическая зашлакованность организма, что вдобавок ко всему, служит источником и первопричиной всех болезней. Тело обычного человека сохраняет в себе частицы погибших клеток – белковую и жировую массу. Ею захламлены межклеточные пространства и буквально нафаршированы лимфатические и кровеносные сосуды. Этот мусор мешает нормальному функционированию организма. Он препятствует общению клеток, снижая силу электрических сигналов, передаваемых ими друг другу. И хотя данная тема выходит за рамки транссерфинга, у меня нет иного выхода, как уделить ей внимание. Но оно того стоит, потому что такие глобальные проблемы, как избыточный вес, болезни, старение, депрессия, пессимизм, отсутствие жизненной силы, обязаны своим происхождением чудовищному невежеству. Удивительно, как при таком высоком уровне развития информации люди пребывают в невидении о причине своих проблем. Очевидно, маятникам невыгодно широкое распространение знания, которое будет способствовать повсеместному появлению свободных личностей, способных вершить свою реальность. А причина элементарная, неправильное питание. Но сказать так, значит ничего не сказать. Все вроде это понимают, но не осознают. Здесь, как часто бывает, имеет место не знание, а осведомленность. Привычный штамп скрывает суть знания, оставляя на поверхности беспочвенные домыслы. Обычно все сводится к тому, что то-то и то-то есть вредно. На этом, как правило, сведения о здоровом питании исчерпываются. Существует также мнение, что могут спасти диеты и специально разработанные пищевые добавки. Но так ли все сложно? Кто-то занимается исследованиями, кто-то разрабатывает сложные схемы питания, производит изощренные препараты. В общем, работает целая индустрия. Кому это надо? Догадываетесь? Заблуждений всяких великое множество, но толку никакого. Даже строгое вегетарианство ни к чему не приведет, если не знать и не соблюдать принципы правильного питания. А принципы эти на самом деле очень простые, и разрабатывались они не светилами науки, а самой природой с сертификатом качества от Бога. Во-первых, человек, как следует из его физиологии, существо плодоядное. Но даже это не суть важно. Главное то, что пищеварение устроено особым образом. Для усвоения продуктов необходимо, чтобы они поступали отдельно, последовательно, не смешиваясь друг с другом. И если это правило нарушается, пища не переваривается и начинает гнить, засоряя и отравляя весь организм. И, наконец, продукты, подвергшиеся тепловой обработке, являются поистине экстремальной нагрузкой для организма, поскольку почти все ценное в них уничтожено. В природе ни одно живое существо не готовит корм на огне. Кулинария появилась сравнительно недавно, а вот пищеварительный тракт формировался миллионы лет. Странное дело. Люди прилежно соблюдают наружную гигиену, а о внутренней мало кто задумывается. Между тем, внутри тела обычного человека находится целый склад мусора. Его не видно, но по весу наберется несколько, бывает, десятков килограммов. Выделительные системы не успевают справляться с отходами, и организм вынужден рассовывать всю эту грязь куда только возможно. В результате тело начинает очень быстро засоряться и походить на старую сантехнику, которую никогда не чистили. Резервы у организма огромны, поэтому человек иногда умудряется продержаться до 70 лет, а то и дольше. Однако всему приходит конец. Уже находясь на середине жизненного пути, человек начинает испытывать последствия зашлакованности. Болезни, избыточный вес, вялость, да и вообще силы уже не те, и все не так, как было раньше, в юности. Все дело в том, что энергетическое тело человека чутко реагирует на засорение его канализации. Чакры закупориваются, энергетические каналы сужаются, поток энергии превращается в слабый ручеек, что приводит к потере жизненной силы. Ослабление энергетики, в свою очередь, влечет за собой патологические нарушения в физическом теле. Получается замкнутый порочный круг. Если вы не владеете своим телом, как же вы можете владеть реальностью? А ведь можно вернуть прежнюю бодрость и даже обрести такое здоровье, какого у вас никогда не бывало. Но для этого потребуется превратить мертвую кухню в живую. Что у вас там? Плиты, кастрюли, сковородки? Если вы захотите избавить свое тело от мусора, а к свободному времени добавить многие часы, которые раньше теряли возле плиты, то скоро все эти приспособления для умерщвления продуктов исчезнут с вашей кухни. Возможно, кому-то все это покажется шокирующим. Что ж, никто никого за уши не тянет. Я вообще вас с собой не приглашаю, а только лишь раскладываю по полочкам факты. Стоит ли жратва, которой вы привыкли, вашего здоровья, энергии, жизни? Есть одна поговорка, которая обычно произносит с сожалением. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Так вот, можно добиться того, что останется только молодость, которая будет и знать, и мочь. Первое, с чего следует начать, прочистить свою сантехнику, особенно печень. Как это делается, описано во множестве книг. Почему внешнюю гигиену соблюдать принято, а внутреннюю нет? Лишь от того, что грязь видна только снаружи? Однако внутренняя гигиена будет поддерживаться самим организмом, если перейти на правильное питание. Делать это нужно постепенно, в несколько этапов. Последовательное питание, раздельное, отказ от ряда продуктов, и, наконец, сыроедение. Если сразу перейти к употреблению исключительно натуральных продуктов, то можно просто не выдержать резких перемен. Да и организму необходимо время, чтобы перестроиться. Принцип последовательного питания состоит в том, чтобы есть не сразу все одновременно, а сначала один вид продуктов, затем другой, и так далее. В первую очередь съедается то, что быстрее усваивается. Когда пища проходит через желудочно-кишечный тракт отдельными слоями, это намного облегчает ее переваривание и уменьшает количество вредных отходов. Пить можно только за 15 минут перед едой или через 2 часа после еды. В противном случае желудочный сок разбавляется, и пища не усваивается, а просто гниет. Вот о чем писать приходится. А что поделаешь, как еще иначе можно разъяснить принципы повышения энергетики. Второй этап, которому желательно переходить как можно быстрее, это раздельное питание, предполагающее не только последовательное употребление продуктов, но и только тех, которые друг с другом сочетаются. Хотя, по правде сказать, все они практически несовместимы. Время и условия переваривания разных продуктов сильно отличаются. Поэтому, если их смешивать, неизбежно возникают отходы производства, которые, не успевая выводиться, откладываются в организме в виде жира и шлаков. Единственное, что сочетается почти со всем, это свежая зелень. Поэтому в идеале количество продуктов, употребляемых за один прием пищи, должно быть сведено к минимуму. Подробнее, принципы раздельного питания изложены в книгах, которые нетрудно найти. Целый ряд продуктов нужно постепенно вообще исключить из своего рациона. Это прежде всего зерновые, крупы, изделия из белой муки, дрожжевой хлеб, а также молоко, консервы. Ничего ценного в этих кормах нет. Например, все полезное, что имеется в зернах, находится в зародыше и оболочке. Белая мука высшего сорта получается путем очистки зерна пшеницы от оболочки и зародыша. Таким образом, все ценное удаляется, а остается лишь мертвая масса, состоящая в основном из крахмала. Эта безжизненная часть зерна предусмотрена природой как строительный материал, своего рода бочка с жиром для зародыша. Потом в муку добавляют искусственные витамины. Химию, то есть. Питаться изделиями из белой муки высшего сорта это все равно, что купить в магазине крахмал и наворачивать его ложкой за обедом. Печень засоряется мазутообразной массой. Крахмал оседает в организме в виде слизи. Стенки кишок забиваются налетом. Зерновые, к тому же, содержат очень плохо сбалансированный белок. Как это ни странно, лучше питаться мясом, чем кашами и макаронами. А в молоке содержится козеин, благодаря которому у животных растут рога и копыта. Молоко в организме человека превращается в ксерогель. Это что-то вроде столярного клея. Вот такие жутковатые описания можно продолжать еще очень долго. Как же человек умудряется при всем этом жить и еще чувствовать себя более-менее здоровым? Дело в том, что он просто не знает, что такое настоящее здоровье. Не испытывал с самого рождения. Поэтому не надо приводить шаблонных оправданий, типа «Испокон веков все так питались». Конечно, если вы не хотите иметь те же проблемы, что и у всех. В конечном итоге в рационе должны остаться только натуральные продукты. Свежие, мороженые или сушеные овощи и фрукты, морские водоросли, орехи, семечки, мед. И никакой тепловой обработки. Все в сыром виде. Только не надо называть орехами арахис. Это бобы, причем не очень полезные. Но резкий переход от привычных продуктов к сырым овощам и фруктам ни к чему хорошему не приведет. Организму нужно время, чтобы перестроиться. Поэтому переход надо делать постепенно, уменьшая в своем рационе долю вареной растительной пищи и увеличивая долю сырой. Если человек всю жизнь питался преимущественно обработанной пищей, то и микрофлора у него приспособлена именно к такому рациону. Резкий переход в принципе возможен, но это для тех, у кого достаточно крепкое здоровье. Микрофлора полностью перестраивается в течение года. К концу этого срока в рационе больше не должно оставаться никакой обработанной пищи. Как известно, в продуктах, подвергшихся тепловой обработке, не только уничтожаются почти все витамины и микроэлементы, но и образуются канцерогенные вещества, яды. Сырая же пища не засоряет организм, а наоборот очищает его. И кухонная посуда, и все внутренние органы остаются идеально чистыми. Разница принципиальная. Может показаться, что перейти на сыроедение чрезвычайно трудно. Чем же питаться, например, зимой? Да и дорого, наверное, обойдется. На самом деле все не так страшно. Напротив, возможностей масса. И стоить такое питание будет дешевле, чем обычное. Нужно только начать, и вы откроете для себя множество всяких блюд, о существовании которых и не подозревали. Это целый неизведанный мир. Здесь я расскажу лишь о блюдах из пророщенных семян, которые помогут миновать переходный период. Достаточно большая часть нашего рациона состоит из семян. Это злаки, бобовые и другие. Семена состоят из полуфабрикатов, законсервированных строительных материалов. В основном это крахмал, белки и жиры. К тому же в состав семян входят ингибиторы, вещества, препятствующие пищеварению. Природа позаботилась о том, чтобы животные и птицы переносили семена на большие расстояния в неповрежденном виде. Когда семена прорастают, в них происходят резкие перемены. Ингибиторы уничтожаются, крахмал превращается в солодовый сахар, белки в аминокислоты, а жиры в жирные кислоты. То же самое происходит при переваривании пищи в организме. Получается, что большая часть работы в пророщенных семенах уже выполнена. Более того, в них синтезируются весьма полезные вещества и мобилизуются резервы, чтобы бросить всю энергию на развитие растения. Законсервированные и дремлющие силы семян оживают и высвобождают колоссальный потенциал для рождения новой жизни. Пророщенные семена, содержащие множество витаминов и микроэлементов обладают высокими лечебными и биостимулирующими свойствами. Я затрудняюсь перечислить все эти свойства. Благодаря им улучшается обмен веществ, очищается организм, укрепляется иммунитет, повышается трудоспособность и излечиваются многие болезни. Пророщенные семена имеют все, что заботливо предусмотрено природой, для развития новой жизни и выживания в агрессивной среде. Это прекрасно сбалансированная, легко усваиваемая пища и одновременно эффективное лекарство. В рацион можно включить проростки пшеницы, кукурузы, фасоли, нута и маша. Технология приготовления очень простая. С раннего утра семена замачиваются в воде. Вечером засыпаются в душлаг или сито, промываются и накрываются мокрой марлей. Утром вы увидите живую пищу. Кукурузу и фасоль, предпочтительно брать красную, она полезнее, нужно вымачивать сутки и проращивать столько же или дольше, иногда промывая. Пшеницу и кукурузу можно есть в сыром виде. Проростки пшеницы обладают исключительно целебными свойствами. Жевать их нужно тщательно, хотя бы по две столовые ложки в день. Но если при этом во рту образуется резиноподобная субстанция, значит данный сорт не годится и надо искать другой. У бобовых, к сожалению, в сыром виде вкус не очень приятный. Придется их бросить в кипяток и только лишь довести воду до кипения. Маш достаточно просто залить кипятком и оставить минут на десять. А как готовить живую воду? Вы знаете? Сначала нужно отстоявшуюся водопроводную воду довести до кипения белым ключом в пятилитровой эмалированной кастрюле и быстро остудить в холодной ванне. Это первая стадия структуризации. Такая вода уже на порядок полезнее в сравнении с просто кипяченой. Далее положить в кастрюлю 5-7 камешков черного кремня, который можно купить в аптеке, накрыть марлей и оставить на два дня. Затем аккуратно перелить воду в другую емкость, причем нижний слой в 2-4 сантиметра следует выбросить, потому что кремень осаждает патогенные микроорганизмы и чужеродные химические элементы. Кремниевая вода уже обладает целебными свойствами. Она еще больше структурирована и насыщена кремнием, самым необходимым микроэлементом, при недостатке которого в организме не усваиваются почти все остальные. Полученную воду поставить в морозильную камеру. Как только на поверхности и возле стенок кастрюли образуется первый ледок, воду переливают в пластмассовую емкость, которую снова ставят в морозильную камеру. Первый ледок выбрасывают, избавляясь таким образом от тяжелой воды. Тяжелая вода содержит изотопы водорода дейтерий и тритий. Она замерзает при температуре плюс 3 градуса и неблагоприятна для организма. Последнюю заморозку следует производить именно в пластмассовой емкости, потому что эмаль на кастрюле может потрескаться. Когда вода замерзнет на две трети, во льду нужно проделать отверстие и вылить оставшуюся воду. Этот рассол содержит все нежелательные примеси. Теперь осталось подождать, пока лед растает при комнатной температуре, в результате чего получится талая вода высочайшего качества, которая еще называется протиевой, поскольку очищена от тяжелых изотопов. В завершении, если у вас есть кольцеобразный магнит или магнитная воронка, пропустите через них воду, чтобы еще больше укрепить структуру. Полученная вода обладает целебными свойствами, она очищает организм и при длительном употреблении избавляет от целого ряда заболеваний. Срок сохранения ее свойств ограничен около 7 часов. Такую воду вы не купите нигде и ни за какие деньги. Вот это и есть удивительная живая кухня, где пища не варится, а растет. В отличие от обычной кухни, которая убивает продукты, это их напротив оживляет. Можете убедиться сами, блюда из пророщенных семян с добавлением разных приправ и соусов намного вкуснее обычной пищи. Не говоря уже о том, что они во всех отношениях гораздо более ценны, чем, например, те же каши, которые неверно информированные люди считают якобы полезными. В пророщенных семенах много белка, который очень легко усваивается, что помогает организму перестроиться на питание растительной пищей. Новая микрофлора в дальнейшем будет не только перерабатывать сырые продукты, но и служить источником белка. Именно таким образом устроено пищеварение травоядных животных. Может возникнуть вопрос, а как же есть в сыром виде продукты, которые необходимо готовить, например, картошку, кабачки. Тогда встречный вопрос, а нужно ли это есть? Овощи с высоким содержанием крахмала не дают организму ничего, кроме пустых калорий и слизи. Вот откуда берется заболевание, именуемое простудой. Фермеры, между прочим, для того, чтобы вырастить более жирных свиней на продажу, кормят их вареным картофелем. Они обнаружили, что так свиньи жиреют быстрее, и это становится экономически выгодно. От сырой же еды просто невозможно потолстеть, независимо от количества съеденных калорий. А чтобы было не так грустно расставаться с привычными блюдами, можно увеличить в рационе долю морепродуктов. Всю морскую рыбу и ракообразных можно есть без тепловой обработки. Как их солить, сообразить нетрудно. Опять же, в сыром виде с приправами все это гораздо вкуснее. Хотя строгие сыроеды не только не едят то, что бегает, прыгает, летает и плавает, но даже и соль не употребляют. Свежие овощи и фрукты, а в особенности пророщенные семена обладают исключительными очищающими свойствами. Следует отметить, что по мере перехода на сырую пищу может возникнуть один или несколько очистительных кризисов, во время которых происходит обострение старых болезней. Не стоит беспокоиться и пытаться как-то устранить болезненные проявления. Они свидетельствуют о том, что организм наконец избавляется от хлама, накопленного за многие годы, и перестраивается на нормальный режим работы. Единственная мера, которая будет полезна во время кризиса, это голодание на дистиллированной кипяченой воде в течение одного или нескольких дней. В принципе, если здоровье не очень запущено, на стопроцентное сыроедение можно перейти сразу. В таком случае очистительный кризис будет проявляться ярче, но у всех он протекает в разных формах. Может наблюдаться значительное снижение веса. Это означает, что организм избавляется от мертвой ткани и возрождается заново. Тучные люди на самом деле ходячие скелеты. От неправильного питания и малоподвижного образа жизни их тело трансформировалось в массу жировых отложений и шлаков. Живой ткани там уже почти не осталось. В основном все это мертвый груз. Весь этот лишний хлам и выбрасывается. Главное при этом не беспокоиться. Организм очистится и придет в норму. Но ему надо помочь. Обязательно включить в рацион морские водоросли, цветочную пыльцу и льняное масло, что позволит в течение переходного периода компенсировать временный дефицит необходимых веществ. А еще нужно отыскать в интернете дополнительную информацию по теме сыроедения. Ее совсем немного. Это действительно необыкновенный, но исключительно эффективный, можно сказать, элитный путь возрождения заново. Многим все это может показаться, если не пугающим, то, мягко говоря, весьма необычным. Как правило, человек очень неохотно расстается со своими старыми привычками. Когда неправильный образ жизни становится общепринятой нормой, простые и очевидные природные принципы начинают казаться противоестественными. Чем же таким особым оно отличается, это натуральное питание, чтобы ради него отказываться от стольких кулинарных соблазнов? Стоит ли оно того? Возможно, факты, изложенные далее, которые вам, скорее всего, неизвестны, окажут решающее влияние на ваше мнение. Сыроедение это наука о питании для людей третьего тысячелетия, для цивилизации третьей волны. Наиболее известным пропагандистом сыроедения является Аршавир Тер-Аванесян Атеров. В его книге «Сыроедение» или «Новый мир, свободный от болезней и пороков и ядов», изданной в Тегеране, представлены основные принципы сыроедения. Атеров после потери первых двоих детей, умерших от болезней, вырастил третьего ребенка, дочь, исключительно на сырой пище. Она росла на редкость здоровой девочкой, очень развитой физически и умственно. Вот что он пишет в своей книге. Дочери уже скоро семь лет, но она никогда не брала в рот даже кусочка дегенерированной пищи. Ее здоровье вверх совершенства. Теперь-то я вижу, насколько легче воспитать сотню детей сыроедов, чем одного ребенка блюдомана. Никогда не приходится беспокоиться о таких детских заболеваниях, как простуда и насморки, поносы и запоры, или о том, достаточно ли поел сегодня ребенок, или нет. Моя девочка весела, как птичка, и всегда имеет возможность подойти к столу и взять то, что ей хочется съесть. Она играет, поет и танцует весь день без устали, без слез и капризов, без плача и крика, не причиняя никакого беспокойства окружающим. Ровно в восемь часов вечера она идет спать и после того, как несколько минут попоет, закрывает глаза и спит мертвым сном до шести часов утра. Мы не можем припомнить случая, начиная с первых месяцев ее жизни, когда бы она проснулась ночью. Ее сон настолько глубок и крепок, что никакой шум или движение не в силах разбудить ее. Александр Чупрун, известный популяризатор натуропатии, автор книги «Что такое сыроедение и как стать сыроедом», еще в молодости из-за тяжелого хронического заболевания стал инвалидом первой группы. Все испробованные способы лечения не принесли результата. Перейдя на питание сырой растительной пищей, он стал абсолютно здоровым человеком. Чупрун предложил неожиданную, но поразительно очевидную трактовку проблемы иммунитета. Суть ее заключается в том, что организм умышленно отключает иммунитет во время инфекционного заболевания. Известно, что человек заболевает, как правило, тогда, когда его организм ослаблен, перегружен шлаками, испытывает недостаток витаминов и других жизненно важных веществ. Было замечено, что если в таком состоянии человек подхватывает какую-нибудь инфекцию, у него снижается выработка интерферона, защитные силы будто нарочно отключаются, позволяя болезни развиваться. Оказывается, микроорганизмы, вызвавшие заболевания, питаются шлаками, которые система канализации не успевает выводить из-за неадекватного питания. Поэтому организму ничего не остается, как позволить микробам размножаться. Когда они хотя бы частично исполняют свою очистительную миссию, иммунитет восстанавливается и болезнь уходит. В принципе, пишет Чупрун, мы должны благословлять микробные и вирусные заболевания. Они представляют собой типичные лечащие кризисы. Таким образом, организм самоизлечивается от главной беды засорения шлаками внутренней среды и безо всяких медикаментов. Но при этом необходимо использовать эти кризисы единственно правильным образом. Введя в обычай полное голодание в таких случаях в течение всего лишь нескольких дней достигания острых явлений. Это будет лучшая помощь природным силам организма, занявшегося самоизлечением с помощью микробов и вирусов. Когда-нибудь цивилизованный мир научится этому точно так же, как употреблению мыла и зубной щетки. Однако, надо полагать, не так уж скоро. Наука развивается, а невежество растет. Отсюда следует вывод. Зачем же доводить организм до такого состояния, когда ему становится все равно, кто и каким образом его очистит? Не лучше ли поддерживать изначальную чистоту? Практика подтверждает, те, кто занимаются сыроедением, не болеют вообще. Бесспорным остается один фундаментальный принцип. Живой организм должен получать живую пищу. Значение этого принципа впервые отметил доктор Фрэнк Поттенджер, который еще в начале 20 века провел один обстоятельный эксперимент. В течение 10 лет он кормил 900 кошек сырыми продуктами. И все они сохраняли хорошее здоровье и выносливость. Вторая группа кошек получала вареную пищу, в результате чего у животных развились все человеческие болезни. Пневмония, параличи, выпадение зубов, вялость, нервозность и так далее. То есть пострадали практически все системы организма. Котята в первом поколении родились слабыми и больными. Во втором было много мертворожденных, а в следующем поколении кошки стали страдать бесплодием. Доктор Эдвард Хоуэлл, один из основоположников системы естественного оздоровления, пришел к выводу, что главным компонентом, отличающим сырую пищу от той, которая прошла кулинарную обработку, являются ферменты, энзимы. Он установил, что эти единицы измерения жизненной энергии разрушаются при температуре выше 50 градусов. Почему же он дал им такое высокое звание «Единицы измерения жизненной энергии»? Ферменты — это вещества, которые делают жизнь возможной. Они необходимы в любой химической реакции, протекающей в нашем организме. Без ферментов вообще бы не было никакой активной деятельности в живом теле. Это рабочие, которые выстраивают организм подобно тому, как строители возводят дома. Питательные вещества, витамины, микроэлементы являются лишь строительным материалом. Все движение на стройке обеспечивается именно ферментами. Причем они служат не просто инертными катализаторами, ускоряющими химические реакции. Как выяснилось в процессе своего действия, ферменты дают определенное излучение, чего не скажешь о катализаторах. Ферменты состоят из белковых транспортировщиков, заряженных энергией, как в электрической батарейке. Откуда наш организм берет ферменты? По всей видимости, мы наследуем определенный ферментный потенциал при рождении. Этот ограниченный запас энергии рассчитан на всю жизнь. Это все равно, что получить определенный стартовый капитал. Если его только тратить, наступит банкротство. Точно так же, чем быстрее вы израсходуете энергию ферментов, тем скорее истощится жизненная сила. Когда вы достигаете такого момента, при котором ваш организм больше не способен производить ферменты, ваша жизнь заканчивается. Батарейка садится. Употребляя пищу, подвергшуюся тепловой обработке, люди беспечно растрачивают свой ограниченный запас ферментов. Как считает доктор Эдвард Хоуэлл, это является одной из основных причин всех болезней преждевременного старения и ранней смерти. Сырые продукты содержат свои ферменты, которые позволяют осуществлять аутолиз. пища усваивается легко, потому что главным образом варится сама в собственном соку. Но если вы едите приготовленную пищу, лишенную ферментов, организм вынужден отвлекать свои резервы для ее переваривания. Вот это и ведет к уменьшению ограниченного ферментного потенциала. Представьте, что вы решили затеять в своем доме капитальный ремонт. Есть два варианта развития событий. В первом случае вам завезли необходимые материалы, свалили все в кучу и уехали. Вам пришлось самим браться за дело и потратить очень много сил и времени, чтобы выполнить всю эту тяжелую работу. Во втором случае вместе с материалами приехали строители и сами же все сделали, а вы в это время отдыхали и занимались собой. Именно такая разница существует между питанием обработанной пищей и употреблением сырой. Когда человек ест вареные продукты, все жизненные силы направляются на трудоемкое дело переваривания. Ферменты, эти рабочие, которые должны быть заняты своими прямыми обязанностями, очищением и восстановлением живых тканей, вынуждены все оставить и выполнять несвойственную для них работу. Им больше некогда заниматься организмом, и он приходит в запустение. Вы можете себе представить такую ситуацию, когда люди вдруг перестали ходить и сидеть спокойно, а принялись носиться, как ошалелые, несмотря на страшную усталость. Точно так же различаются режимы работы организма сыроеда и обычного человека. Один спокойно прогуливается, а другой бежит в вечный марафон, пока не упадет в бессилие. После всего сказанного больше не остается сомнений в том, что питание приготовленной пищи наносит чудовищный урон организму. Ну, а преимущество, которое получает человек в результате перехода на сыроедение, лучше всего сформулировал один из последователей натурального питания Николай Курдюмов. Вот что он пишет. Первое. Нельзя заболеть воспалениями, простудами. Грипп проходит практически незаметно. Выключается и исчезает практически вся психосоматика, расстройство органов, болезни суставов, боли, ведь все органы вычищаются и омолаживаются. Иммунитет поднимается от искусственного минимума до естественной нормы. Можно три часа лежать в снегу или плясать в одних плавках при температуре минус 18 градусов, и ничего не происходит. И все это без специальной закалки. Второе. Чувствительность к вредным веществам высочайшая. Реакция на них сильная, даже может быть болезненная, но при этом тело мощно и быстро их выводит из себя, отторгает, обезвреживает и последствий отравлений практически не бывает. Третье. Сюда же очень сильная пищевая выносливость. Если приходится есть непривычное или неудобо варимое, все это легко переваривается и обезвреживается без последствий. Фильтры все обрабатывают одним махом. Луженый желудок. Четвертое. Усвояемость пищи на порядок выше, то есть коэффициент усвоения. Отъевшийся сыроед, прошедший кризис восьми месяцев, наедается тремя яблоками, парой огурцов. Насыщают дикая лесная зелень, листья овощей, побеги винограда. Все годится в пищу. Отсюда пятое. Уникальное ощущение независимости от обстоятельств. Не будем говорить высоких слов о единстве с природой, но что бы ни случилось, где бы ни оказался, хоть в лесу, всегда будешь сыт без всяких денег, выживешь. Шестое. Ощущение вкуса. Не языком и глазами, а всем телом. Тело одобряет или не одобряет пищу и сигналит желанием, равнодушием или отторжением. Ощущение сытости. Оно объективное, из тела, поэтому нет возможности объесться. Вообще сырыми продуктами очень трудно объесться. Седьмое. Ощущение голода. После кризиса практически не беспокоит. Того невроза, что мы называем аппетитом, нет. Есть понимание, ага, можно поесть. Отвлекся, забыл, день или два, и ничего. Вспомнил, поел, хорошо. Отсюда восьмое, эффект верблюда. Способность в общении есть день, два и три, без потери комфорта и выносливости. Питаешься раз в день, выше крыши. То же самое с питьем, даже при больших физических нагрузках. Девятое, как резюме, нормальная физическая выносливость. Бег приятен. Можно бежать несколько часов, и после этого не чувствуешь себя уставшим. Совершенно не утомляешься, нет желания присесть, прилечь. КПД жизни гораздо выше. И опять, все это без специальных тренировок. Десятое, умственная выносливость. При любой нагрузке столь же велика. Ум ясен и кристально чист. Память работает идеально. Ясность мышления такова, что экзамены сдаются почти без подготовки, и учеба перестает быть проблемой. Одиннадцатое, потребность в сне сокращается до шести часов. Легко переносится дефицит сна. Например, в 60 лет везти машину без перерыва трое суток, без ослабления самоконтроля и внимания. пробуждение легкое, бодрое и радостное. Эх, ни хрена себе, да ради одного этого. Двенадцатое, тонн, сильный интерес к жизни, настроение ровное, радостное, неприятности только активизируют. Конфронт высокий, практически нельзя поссориться, ничто не раздражает, все воспринимается сознательно. Тринадцатое, высокая способность решать и быть причиной. Нет навязчивых состояний. Не тело управляет тобой, а ты управляешь телом. Становишься хозяином всех потребностей тела, в том числе сексуальных. Зависимость от алкоголя на сыроедении просто отсутствует, а если она была, то проходит. Четырнадцатое, значительно развивается способность контролировать свое тело. Оно становится воспитанным, обученным и послушным. Представьте, насколько повышаются возможности для жизни. От себя могу добавить, что проблемы с внешностью, которые беспокоят многих людей, автоматически отпадут, потому что тело возвращает свою изначальную природную красоту. А к пожилым возвращается время. Можно сбросить лет эдак двадцать, а конец вечеринки под названием жизнь продлить еще на неопределенный срок. И требуется для этого всего-навсего изменить способ питания. Особо подчеркну, это не очередная диета, которая дает какие-то временные результаты, а целый образ жизни. Если вы решились перейти на сыроедение, необходимо делать это постепенно. и главное, ни в коем случае не навязывать такой способ питания ни себе, ни другим. Здесь нужно особенно тщательно следовать правилу трансерфинга. Общее застолье неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому окружающие неизбежно будут недоумевать и пытаться уверить вас в том, что вы занимаетесь ерундой. Не старайтесь разубедить их в этом, ведь они так беспокоятся, потому что имеют сильные подозрения, что вы правы. Идите своим путем спокойно и весело, не оправдываясь и никому ничего не доказывая. Ваш цветущий вид все скажет сам за себя. Но прежде всего, конечно, не надо заставлять самого себя. Если вы действуете по принципу «надо», ничего хорошего не выйдет. Рано или поздно произойдет срыв, и все вернется на круги своя. Переход должен осуществляться в состоянии единства души и разума. Не «надо», а «хочу». Именно поэтому предлагается делать это поэтапно, не насилуя свою волю и организм. От многочисленных соблазнов действительно трудно отказаться. Вообще лет до тридцати еще можно порезвиться, но потом лучше крепко задуматься. Ведь батарейка садится неотвратимо, хоть и незаметно. Не нужно забывать и про физические упражнения. Контрастный душ и прогулка в течение часа каждый день это необходимый минимум. Бегать в общем-то и не обязательно. Бег представляет собой экстремальное и неестественное состояние для организма. Сильно налегать на него нет смысла, разве что спортсменам для результатов. Хотя природа стремится не к результатам, а к оптимальному равновесию. Ходьба другое дело, она более чем полезна. Упражнения можно выбрать по своему вкусу. Например, тибетская гимнастика, которая описана в книге Питера Келдера «Око возрождения». Проста и в то же время очень эффективна для повышения энергетики. Новый образ жизни поднимет вашу энергию намерения на такой уровень, что в один прекрасный день вы сможете сказать себе «Я действительно владею своим телом и владею своей реальностью». И это не просто слова, а вполне конкретное ощущение. Вы буквально почувствуете, что способны формировать слой своего мира по своему усмотрению. Это будет поразительно органичное ощущение координации. Что бы ни происходило, мое намерение реализуется. Все идет к тому и все идет как надо. Троллейбус наблюдателей Хочу задать вопрос, который давно не дает мне покоя. Вы пишете все это как теоретик или как практик? Вы сами следуете всему тому, о чем пишете? Применяете это в жизни? И если да, то каковы результаты? Вот в частности по поводу питания, так же и с трансерфингом. Вы лично убедились в пользе трансерфинга? Вернее в том, что эта теория работает? Разумеется. Все о чем я пишу не только проверено, но и составляет образ моей жизни. Например, в результате перехода на питание натуральной пищей я получил большое количество свободной энергии, что побудило во мне творческие способности и дало возможность эффективно использовать технику трансерфинга. Раньше мне приходилось, как это делает большинство людей, долго и упорно трудиться, чтобы достичь своих целей. Значительная доля усилий при этом была потрачена даром. Обычными методами едва ли возможно добиться многого. Теперь же я могу формировать слой своего мира, реальность, в которой живу, так, как мне того хочется. Все получается само собой, без борьбы, путем направления энергии намерения в нужное русло. Но прежде всего надо иметь эту энергию. Мне уже за 40, но здоровье у меня сейчас даже лучше, а жизненный тонус выше того, что был в 14 лет, когда я от избытка энергии пытался свернуть себе шею, выделывая небезопасные сальто на горных лыжах, прыгая с трамплина. Внешне я выгляжу совсем не так, как следовало бы ожидать при моем возрасте. Если посадить меня в аудиторию среди студентов, никто не увидит существенной разницы. Правда, вступил я на путь истинный лишь тогда, когда бестолковым образом жизни довел себя до такого состояния, что даже передвигаться стал с большим трудом. Если человек попадает в подобную ситуацию, у него остаются два пути заниматься либо лечением, либо здоровьем. Многие выбирают первый. В результате и прежние болезни остаются, и новые появляются. А разве может быть иначе? Ведь зеркало безупречно отражает образ. Я занимаюсь лечением своих болезней. А точнее, я лелею свои болезни, нянчусь с ними, таскаюсь по больницам, жалуюсь и отравляю жизнь себе и окружающим. Второй путь, выбранный мной, формирует совершенно противоположный образ. Я укрепляю свое здоровье. Результат получается соответственный. очевидно, это два принципиально разных подхода. Многие люди, пока находятся в хорошей физической форме, и слышать ничего не желают о сыроедении и прочих подобных извращениях. Однако следует иметь в виду, что здоровье это временное явление, если не заботиться о своем теле. Зачем ждать, пока наступят малоприятные перемены? Ведь может статься, что эти перемены будут уже необратимы. А во что все упирается? В нежелание сменить старые привычки, привитые маятниками. Действительно, как можно отказаться от стольких привычных соблазнительных блюд? Даже подумать страшно. Но дело-то в том, что весь этот вкусный мир создан маятниками и тяга к нему обусловлена петлей захвата, в которой пребывает подавляющая часть населения. Наивно полагать, что в порочный круг втянуты лишь наркоманы, алкоголики и курильщики. Представители медицинских хороших маятников, противостоящих этим плохим, объявляют таких людей больными и пытаются лечить их якобы физиологическую зависимость. На самом деле зависимость от привычных продуктов питания имеет ту же природу, что и наркомания. Пребывание в петле захвата. С таким же успехом можно лечить тягу к сладкому или к мясу. Это легко проверяется и уже неоднократно проверено теми, кто освободился от вкусных маятников, питаясь натуральными продуктами. Например, стоит человеку, слезшему с иглы пищевой наркомании, съесть на ночь пирожное или конфету, как на следующее утро наступает натуральное похмелье, подобное алкогольному. На крючке у маятника болтаются как наркоманы, так и потребители вредоносных, хоть и общепринятых продуктов. Вот поэтому им трудно представить, как можно обойтись безо всей этой дряни, которая кажется безумно вкусной. Понятие «вкусно» представляет собой не что иное, как приверженность определенному маятнику. Все относительно. Вовсе не обязательно лишать себя удовольствий, вырваться из петли захвата путем самоограничения действительно сложно, да к тому же и не очень-то приятно. Имеется выход получше, нужно сменить вкусовую ориентацию, и тогда удовольствия не исчезнут, они просто станут другими. Самый верный способ состоит в том, чтобы сделаться приверженцем иного, менее деструктивного маятника, каким является раздельное питание или сыроедение. Сыроеды, например, вовсе не насилуют себя необходимостью, как это может показаться со стороны. Напротив, они занимаются натуральным питанием с увлечением и испытывают при этом такое же наслаждение, как самые отъявленные гурманы. Можете себе представить, морковка с грядки является для них не меньшим соблазном, чем изысканное пирожное для любителя сладостей. Пристрастия меняются, как только сменяется маятник, только и всего. И жизнь при этом не лишается удовольствий. Напротив, их становится намного больше, потому что благодаря обретению жизненной силы появляются новые, ранее недоступные. С другой стороны, я, например, когда бываю в гостях, не капризничаю, что, дескать, этого не ем, а того не пью. Могу себе позволить съесть все, что угодно, если вынуждают обстоятельства, потому что я слез с иглы и больше не имею зависимости от кредиторов. Это выглядит так, как если бы я иногда мимоходом забегал в банк, брал сколько требуется денег и спокойно уходил, не заботясь о том, что в следующий визит придется расплачиваться. Другими словами, я могу выжить не только в лесу, но и в городе. Главное проснуться в сновидении и освободиться из петли захвата маятников. Переход к натуральному питанию наиболее прямой путь к свободе. Обратите внимание, на книжных полках вам не удастся обнаружить книг о сыроедении. О лечении есть. Об очищении организма тоже. А о самом основном, что делает как лечение, так и очищение излишними, нет. Потому что для маятников смерти подобно, когда снимается большинство проблем, с которыми любой человек имеет дело постоянно. Приемлемо все, что угодно, только не это. Осознанное возвращение к природной чистоте и независимости обрушивает колоссальный конгломерат производств и направлений, прямо или косвенно связанных со здоровьем и жизненным тонусом человека. Заметьте, я ведь вас не агитирую, зачем мне это нужно, да и вообще никого с собой не приглашаю, а всего лишь даю информацию, которая может кому-то пригодиться. Многие люди идут под нож хирурга, а то и в гроб ложатся только потому, что просто не информированы о том, что их болезни легко излечиваются самой природой. Нет ничего глупее смерти от невежества. Вот сидит человек в петле у маятника и, услышав краем уха о новом веянии, думает, сыроеды? А чё это за лохи? А маятник ему успокоительно шепчет, да это такие придурки, которые одним сыром питаются. Ты кушай сосиску, кушай. И человек продолжает оставаться в неведении. Что касается конкретных результатов, которых мне удалось добиться с помощью техники трансерфинга, то я не хотел бы их афишировать. Личная жизнь должна быть закрыта от всеобщего обозрения. В противном случае она перестает быть личной. Надеюсь, вы поймете меня правильно. Могу сказать лишь одно. Техника работает безупречно. Если регулярно следовать тем рекомендациям, что даются в книгах трансерфинг реальности и яблоки падают в небо. И все не так сложно, как может показаться. Некоторые усилия необходимо приложить только на начальном этапе, но с тем, чтобы приобрести привычки трансерфера. Ведь все принципы очень простые. Требуется лишь следовать им систематически, а не от случая к случаю. Честно говоря, не ожидала, что вы вдруг начнете атаком. Неужели исчерпались? Простите, но когда нечего сказать, по-моему, лучше молчать. И потом, стоит ли отказывать себе в удовольствии от хорошо приготовленной пищи? Ведь все равно помрем рано или поздно. Или кто-то собирается жить вечно. К тому же вред от этого или польза можно гадать до бесконечности. Все это не более чем предположение. Доказать путем опытов на кроликах это невозможно. Человек ведь все-таки немножко не кролик и сравнивать их не след, по-моему. Да и питается человек не только материальной пищей. Разве удовольствие не энергия? Просто прислушиваться нужно к своему организму. И все. А сыроедение это не наш метод, не мой точно спокойный наблюдатель. Ну, во-первых, такое письмо выдает отнюдь неспокойствие, а скорее обеспокоенность. Обращаясь к тем, кто решил отважиться на такое дерзкое нарушение общепринятых стереотипов, как переход на сыроедение, я предупреждал, что вокруг тут же зашевелятся всякие субъекты, которые посчитают, что вы подрываете устои их уютного болотца. И они будут всячески стараться развенчать ваши убеждения и навесить на вас ярлык, выражаясь учтиво, чудака, не от мира сего. Одни это будут делать из лучших побуждений, изо всех сил желая вам добра, ведь вы же дурью маетесь, бросьте эти глупости и живите, как все нормальные люди. Другие будут воспринимать ваше поведение как вызов и реагировать соответственно враждебно. Всех этих беспокойных в сущности объединяет одно желание поставить вас на место. Куда лезешь? Ты что, лучше нас? Живи как мы и не дергайся. Следуя правилу своего маятника, они настойчиво понуждают и вас придерживаться тех же принципов. Но вот вопрос, что заставляет их так ревностно защищать свои устой. Ведь вы же не навязываете другим свое мнение и не пытаетесь никого переделать. Парадокс в том, что если бы вы стали активно всем вокруг доказывать свою правоту, они бы просто посмеялись, спокойно махнув рукой на ваше чудачество. Но когда вы ни у кого не спрашивая уверенно следуете своим путем, это вызывает негодование окружающих. Их беспокойство вызвано подсознательными сомнениями в собственной правоте, несмотря на то, что разум крепко убаюкан устоявшимися стереотипами. Например, находясь в зоопарке, человек видит табличку «Животных кормить запрещено». Его разум мгновенно выстраивает логическую цепочку. Животные от человеческой пищи болеют. Это ненормальное для них питание. Животные здоровы, когда питаются своей пищей. Это нормально. Человек, питаясь своей пищей, болеет. Это тоже нормально. Что-то здесь не так. Верно? Действительно, все люди рано или поздно начинают страдать от всяких болезней. И все к этому привыкли. Но все-таки нормально ли это? Пользу и вред тех или иных продуктов больше обсуждать не будем. Дело не в этом. Беспокойные так волнуются потому, что боятся лишиться привычного комфорта, который создается энергией маятника. Спокойный наблюдатель правильно подметил. Удовольствие от хорошо приготовленной пищи это энергия, хотя понятие хорошо весьма относительно. Как я уже говорил, все общепринятые продукты питания, особенно те, что усердно рекламируются, представляют собой кредиты маятников. Отказаться от ежедневной дозы у самих духу не хватает, а смотреть на тех, у кого хватило, невыносимо. Вот беспокойные и стараются уравновесить свои внутренние колебания, обрушивая шквал негодования на этих выскочек, посмевших нарушить правила. Они даже могут искренне верить, что в пищевых пристрастиях следуют исключительно своим убеждениям. Но нет, тот, кто уверен, что питается правильно, не пишет таких писем, а просто спокойно идет своим путем, пропуская ненужную информацию мимо ушей. Если нет сомнений, тогда нет и необходимости что-то кому-то доказывать. И я тоже ничего не доказываю, а просто предоставляю информацию для тех, кто в ней нуждается. Откликов с выражением недовольства, подобных этому, считанные единицы. А вот писем с просьбой помочь решить проблемы со здоровьем очень много. Но повторяю, чем может помочь транссерфинг, если он сам требует наличия достаточного количества свободной энергии, которой не может быть у не вполне здорового человека? Откуда ее взять, эту энергию? Ответ очевиден. Нужно вплотную заняться своим физическим телом. Как может человек быть хозяином слоя своего мира, если он даже телом своим не владеет? Ну, а тем, у кого проблем со здоровьем и энергетикой пока не возникает, беспокоиться не о чем. Я думаю, читатели, усвоившие принципы транссерфинга, не будут ни у кого спрашивать, как им питаться, а также и другим свое мнение навязывать не станут. Возьмите свое право быть правым. Если вы хозяин своей реальности, вам нет нужды просить чужого совета. Сомневаясь, вы в любом случае будете действовать неправильно. Но если достигнуто единство души и разума, здесь еще добавим желудка. Можно питаться чем угодно. И это будет именно то, что нужно. Если я уверен на все сто, что пирожные мне не повредят, значит мне можно их есть. Ведь я взял свое право быть правым. Поэтому нахожусь в тех секторах пространства вариантов, где могу употреблять сколько угодно пирожных без ущерба для здоровья. Я отдаю отчет в своих действиях и беру кредит осознанно. Но это, подчеркиваю, при условии достигнутого единства. Если же организм просит, а разум говорит, что вредно, значит будет действительно вредно. Спокойный наблюдатель пишет, просто прислушиваться нужно к своему организму и все. Так ли уж все? Вот из таких привычных штампов, обреченных в якобы правильную форму, и создаются ложные стереотипы. Организм, потребности которого сформировались в петле маятников, будет просить все новые дозы энергетической ссуды. Но не организм управляет реальностью. Реальность управляется внешним намерением, которое рождается в единстве души и разума. Как они повелят, так и будет. К организму нужно прислушиваться, но он не всегда говорит правду. Если тело чему-то сопротивляется, что-то отвергает, тогда ему можно верить, здесь оно врать не будет. Но о потребностях, если они далеки от природных, наш организм чаще всего заявляет голосом маятника. Так что нужно очень тщательно взвешивать, действительно ли достигнуто единство желудка, души и разума. Если разум отметает призывы питаться правильно, да и душа к этому не лежит, тогда все в порядке, можно действительно без особого ущерба для здоровья поглощать все подряд. До тех пор, пока единство не начнет нарушаться знаками, сигнализирующими о том, что надо вводить какие-то ограничения. Отказываться тоже надо в состоянии единства души и разума. Вот что главное. Нельзя себя принуждать. Вы сможете спокойно перейти к натуральному питанию легко и с удовольствием, если будете это делать поэтапно, действуя по убеждению, а не по необходимости. Вот тогда будет и здоровье, и спокойствие. А то нет ничего хуже, чем себя изводить, да еще другим указывать, как им жить следует. Для многих, как и для меня в свое время, переход на сыроедение покажется излишне экстремальным шагом. Если так, не нужно мучиться вопросом, делать этот шаг или нет. Натуральное питание должно войти в жизнь естественно, по велению сердца и разума, а не под давлением каких-либо авторитетов. До этого нужно еще дорасти и созреть. Данная информация носит внеплановый, факультативный характер, и я предлагаю ее лишь тем, кто готов ее принять. Прежде всего, это касается людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, а также тех, кто намерен поднять свою энергетику на качественно новый уровень. Но, повторяю, все это не обязательно. Есть одна интересная с точки зрения трансерфинга ситуация, когда троллейбус или трамвай останавливается по причине отключения тока на линии. Данное событие нарушает привычный сценарий, что заставляет людей проснуться. Все пассажиры на время становятся в определенном смысле наблюдателями и разделяются на три группы. Первые сразу, не раздумывая, покидают троллейбус и идут дальше своим ходом. Это решительные наблюдатели. Они приняли изменение обстоятельств и соответствующим образом скорректировали свой сценарий. Им некогда ждать, и они уверенно отправляются по своим делам. Вторые тоже принимают ситуацию и, не колеблясь, остаются на своих местах. Им некуда спешить, и они спокойно ждут дальнейших изменений в течение вариантов. Это спокойные наблюдатели. Если проходишь мимо застывшего троллейбуса, становится смешно от того, как внимательно они смотрят на тебя, словно большие и умные птицы. Спокойствие вторых не менее ценно, чем решительность первых. Наконец, третья группа состоит из тех, кто колеблется, не зная остаться ждать или выйти. Пометавшись немного, они постепенно покидают троллейбус. Это беспокойные наблюдатели. Они не хотят смириться с изменением в сценарии и потому не могут принять твердое решение. Равновесие нарушено, и внутри у них начинается борьба, отдельная часть беспокойных, не желая оставлять эту борьбу в себе, начинает выплескивать раздражение на окружающих, возмущаться, требовать или выражать молчаливое неодобрение по отношению к тем, кто принял решение без колебаний. Так вот, мне думается, настоящий трансерфер никогда не окажется в числе людей из третьей группы, особенно в той отдельной части. А вы как считаете? ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ